В октябре около ста дольщиков не могут въехать в свои квартиры. Сдать дом в эксплуатацию застройщик должен был еще полгода назад, однако новоселье пришлось отложить. Почему, выясняла Наталья Салькова. По словам дольщиков, сдать эту многоэтажку им обещали в декабре прошлого года. Но уже середина лета и последние несколько месяцев люди сидят на чемоданах. Заселиться в свои квартиры и сделать ремонт они не могут. Дольщики утверждают, что дом не готов к эксплуатации. Он нам говорит, берите ключи и делайте ремонт, но воды нет, света нет, газа нет, ничего нет. Каждый раз он кормит нас завтраками и, конечно, пишет гарантийные письма, что дом сдастся. Но до сих пор мы не можем ехать в свои квартиры. Как показали погодные условия в свете последних дождей, данный дом не рассчитан на такие дожди. Крыша вся протекла, лифтовые шахты протекли. В подъезде, ну, сказать, примерно около сантиметра дождевой воды находится. Кроме того, говорят дольщики, в рабочем проекте, с которым они знакомились еще до строительства, дом семиэтажный с техническим этажом. Однако будущие жильцы очень удивились, когда увидели настоящий проект. 96 квартир получается, это из-за расчета семь этажей. Но застройщик пошел к себе на выгоду и начал строительство восьмого этажа. Также продавать. На всех сайтах присутствует объявление о продаже восьмого технического этажа, как жилых помещений. Хотя в проекте это не было предусмотрено. Дольщики требуют, чтобы новый дом проверили. Жалобой они обратились в управление архитектурно-строительного контроля. Там должны выяснить, насколько обоснованы претензии жителей и есть ли отклонения от проекта. Однако конкретные сроки проверки из-за действующего моратория специалисты не называют. В случае выявления нарушений в отношении застройщика будут приняты меры административного характера. Это административная штраф. И будет управлением внесено предписание об устранении выявленных нарушений. Затянувшиеся сроки сдачи дома застройщик объяснил тем, что из-за пандемии пришлось ждать поставку оборудования. По словам представителей компании, коммуникации уже подведены. И со дня на день в доме начнут установку счетчиков учета электро- и водопотребления. И в прошлом году у нас котельная должна была прийти первая декада в декабре, а нам последние запчасти пришли в последние декады мая пришла в 2021 году. Это не я создал проблем, это на границе, например, у нас привозят, например, котлы сам. Это делать в Европу, делать сборку, делать в Россию, с Россией нам отправляют. Дочкам пообещали, что получить ключи от своих квартир они смогут уже в конце июля. Наталья Салькова, Булак Молдогалиев, Актубе, Хабар 24.